Александр Львович, первый сезон детской лиги позади, но вот так вот, если более глобально смотреть, удался, не удался, на Ваш взгляд, есть в чем прибавлять? Ну, я, прежде всего, хотел бы сказать слова благодарности, когда руководитель, он говорил, что он поддержал такой проект, как детская хоккейная лига. Детская хоккейная лига у нас по двум возрастам, это 2002 год и 2004 год. В 2002 год у нас участвовало 6 команд, розыгрыш был туровый, то есть каждая команда проводила туров. И у нас со второго тура заявилась команда «Металлок» Монтагорцев. Ну, тоже, прежде всего, хотел бы заметить, чтобы за счет игр мальчишки росли, вот за это, чтобы игровую практику получали. И я думаю, что польза огромная, потому что я уверен, что среди вот этих мальчишек появятся известные спортсмены, тоже те же, может быть, и звездочки. Потому что этот начальный этап, у них не спортивная долгая жизнь, потому что начальный этап. И то же самое, заметьте, 2004 год, там у нас 8 команд участвовали. Вот, ну, то финал мы уже провели 2004 года, вот сейчас мы будем все наблюдать. То есть за счет вот этого, за счет вот этих игр мы уже определим, уже победителя пятого тура детской коктейной лиги Сергея Морчишек в 2002 году. Хорошо. Есть такая вот тенденция, несколько раз слышал, бояться, что этот турнир станет вот гонкой за результатом. Вы такую тенденцию чувствуете или наоборот сразу тренерам пытаетесь объяснить, что не стоит сейчас? Нет, я такого не вижу только именно за результатом. Я вот вижу того, что у меня тенденция 2002 года. Мальчишек в одном возрасте где-то 60, может даже и больше, да. И тренер пытается всех попробовать в этих играх. То есть у них нет тенденции только вот именно первое-первыхое место, да, завоевать. Они за счет игр смотрят, то есть, потому что один мальчишка раньше раскрывается, другой позже. Потому что в этом юном возрасте еще рано что-то говорить. И я думаю, что это перспектива детской коктейной лиги очень большая. Потому что вот эти мальчишки 2002 года, они уже на следующий коктейный сезон будут играть уже в чемпионате России. И будут уже играть с другими своими сверстниками из других команд из других регионов. И там тоже будут розыгрыши дуровые, но они все равно будут играть с другими регионами. То есть и уже подогревает им интерес того, что именно они уже почувствовали здесь, какие игры, какой дух победы. И то, что именно они уже будут готовиться, особенно к чемпионату России. Одна из главных задач детской лиги, по сути, это поиск ребят для школы Салавата и Лаева. Как этот сезон? Что-нибудь дал? Какие-то плоды есть в этом направлении? Салавата и Лаева. Прежде всего мы хотим, чтобы перспективных мальчишек увидеть и в Сибае, и в Училах. Поиск там для школы Салавата и Лаева. Да, поиск. Поиск он как бы само по себе. Тут еще в году еще рано что-то говорить. То есть получит из него какой-то спортсмен, да, хоккеист там известный. Еще рано что-то говорить. Много-много еще работает, вы представите, это мальчишка. Да, среди, вот сейчас я посмотрел среди мальчишек, есть интересные мальчишки. Есть интересные мальчишки. Цифры озвучьте, пожалуйста. Вот в этом сезоне столько-то команд выступило в детской лиге. И что планируется на следующий год? Вот именно 2002 год у нас участвовало 6 команд. Вот, 2004 год 8 команд участвуют. На следующий хоккейный сезон мы планируем в детской хоккейной лиге также 2004 год и 2005 год рождения. Два возраста будут играть в детской хоккейной лиге. По количеству команд? По количеству команд мы определимся позже. Я думаю, что мы уже к сентябрю, к началу хоккейного сезона, мы уже определимся, сколько у нас будет количества команд. Я думаю, что даже будут и участвовать другие регионы. Потому что есть желания из других регионов. Мы будем все рассматривать, будем принимать на совете федерации хоккей. Вот, металлург Манитогорский также вступил, по сути, варяги для Башкортостана, да, но играют детской хоккейной лиги в вашей республике. Вы сказали, что перспективы есть в этом направлении, то есть расширение города. Можете хотя бы озвучить? Кто хочет к вам? Ну, во-первых, вот с главной судьей детской хоккейной лиги созваннуюсь другие регионы, и Пенске, и Пермь, и Оренбург, также и Женск. Вот, потому что именно вот эти соседи, я думаю, что, конечно, мальчишки, они не задействуют, да, не играют в шоколаде России, а именно кто-то играет. Они же хотят именно проявить себя, за счет игр растет мальчишка. Вот, прежде всего, наша цепь, играть, играть, хоккей-то играют. Скажите, пожалуйста, вот еще раз про благотворительный фонд УРА, то есть какую помощь они вам оказали? Ну, благотворительный фонд УРА, то есть огромную помощь оказывал, то есть реформу выделил детской хоккейной команде, это Сибая. То есть я вот сам лично был, ну, вручительный фонд УРА, то есть увидел. Каждый, по-моему, второй мальчишка уже записывается на хоккей. И то, что именно когда вручали, то есть огромные слова благодарности говорили председателю управительного фонда УРА, Пазе Губайдовичу Рахимову. И то, что именно сейчас уже обращение и из других городов и районов, то, что именно обращается, потому что идут, идут, мальчишки записываются, а не хватает хоккейных фондов. Потому что участвуют у нас, вы посмотрите, к примеру, в детской хоккейной лиге, да, участвуют, и в юношской хоккейной лиге участвуют. И тенденция того, что именно на местах очень сильно развивается хоккей. Спасибо.